Известный писатель Александр Лапин работает над новой книгой. Одна из ее линий переплетается с историей Григория Мелехова, поэтому он приехал в Ростовскую область, чтобы своими глазами увидеть Шолоховские места. Пообщаться с людьми, как говорит сам писатель, заземлиться. Это место, которое вдохновляло Шолохова на написание его великого романа «Тихий дон». Это излучина реки Дон, ее притоки, это левый берег, заросший лесом, это набережная, по которой, собственно говоря, ходили, наверное, герои, которых он написал в своем романе. Место прекрасное, вдохновляющее. Мы сразу после дальней дороги обнаружили, что здесь тихо, здесь сердечные люди, которые встречают нас хлебом и солью. И здесь, в общем-то, есть достаточно комфортное жилье, в котором каждый уставший человек может отдохнуть и, побывав, так сказать, в этих местах, обогатиться нашей природой. Церковь Архангела Михаила. Раннее утро. Прихожане спешат, так сказать, на литургию или на какой-то другой молебен. Вот что интересно, эта церковь, она возникла и находится в таком, как бы, центре села, где сплелись самые противоречивые вещи. Вот там прямо стоит памятник Ленину, богоборцу, который вообще в Бога не верил и сносил. Но стоит, спротянутая рука. Здесь церковь. Там находится музей Шолохова, еще напротив администрации. То есть здесь, как бы, сплелись все времена и все эпохи в одном месте. В одном месте в центре станицы под названием Станица Вешенская. В Шолоховском музее драматичные биографические подробности из жизни писателя тесно переплетены с непростой историей казачества. Показан его творческий путь от первых литературных опытов до получения Нобелевской премии в 1965 году. Кстати, в Швецию Шолоховы ездили всей своей большой семьей. Для этого им специально сшили соответствующие наряды. Они, как и множество личных вещей писателя, документов, фотографий и иллюстраций к его произведениям, представлены в экспозиции. Социальное расслоение на Дону сохранилось. После посещения музея Александр Лапин встретился с представителями нового казачества. Оказывается, успешно вести хозяйство не получается. Нужна техника, большие вложения. С организационной точки зрения здешние казаки – простые общественники. В отличие от реестровых, никакой государственной поддержки не имеют. Стоит вот такой домик, можно сказать, почти игрушечный и, как мне кажется, в каком-то иноземном стиле. В стиле, может быть, французском, что ли. То есть Михаил Александрович Шолохов понимал, что хорошо жить – это очень здорово и интересно. Но сейчас мы пойдем в этот дом, посмотрим на быт и жизнь писателя и сравним ее с нашим. Новый дом Михаил Шолохов построил после войны. Прежний был уничтожен во время бомбежки. По дворе погибла мать писателя, сгорели его архив и богатая библиотека. После победы государство выделило известным литераторам по 300 тысяч казенных рублей на даче в Подмосковье. Но Михаил Александрович выбрал родные места. Вдобавок к этим деньгам взял ссуду. Ее потом пришлось долго отдавать, но ему удалось создать здесь настоящее семейное гнездо, которое притягивало многочисленных посетителей и в котором писатель жил до самой смерти в 1984 году. В гостиной родители, четверо детей и домработницы регулярно собирались за дружными семейными обедами. Был и отдельный зал для встречи делегаций. В разных комнатах есть три рабочих стола. За одним Шолохов принимал ходоков в качестве депутата Верховного Совета. С каждым старался побеседовать душевно и неформально. За другим писал короткие произведения и статьи. На нем сейчас лежат часы, остановившиеся в момент смерти и недокуренная последняя сигарета писателя. За третьим заканчивал поднятую целину, и они сражались за родину. Помимо комнат, где ночевали сами хозяева, посетителям показывают крохотную спальню, в которой три ночи провели Никита Хрущев с женой, когда гостили у знаменитого соотечественника. Здесь же бывал Юрий Гагарин и много других известных людей из самого СССР и из-за границы. Отдельное внимание уделено охотничьим принадлежностям. Шолохов был страстным охотником и рыбаком. Его коллекция оружия есть как личные ППШ, выданные ему в период работы фронтовым корреспондентом, так и винтовка, подаренная Леонидом Брежневым. С будущим генсеком они тоже познакомились на войне и были очень дружны. Площадь участка, на котором расположилась усадьба, 1,2 гектара. Здесь и сегодня сохраняют и высаживают растения той поры. Во дворе ледник. Углубления в сарае зимой заполняли кусками льда с реки, покрывали соломой или камышом, и продукты можно было хранить в холоде все лето. Рядом гараж. В нем четыре машины писателя, в основном подаренные ему друзьями и поклонниками творчества. Волга, Победа, еще один газ и УАЗик. Салон для него рабочие автозаводы специально сделали более комфортным. Шолохов любил ездить на охоту вместе со своими знаменитыми гостями. А неподалеку могила писателя. На пятитонном обелиске из белого гранита простая надпись «Шолохов». И больше ничего. А рядом могила жены Марии Петровны, с которой они прожили в любви и согласии 60 лет. Она пережила мужа на два года. А ведь на самом деле в этом доме кипела жизнь, кипели страсти. Наверняка было много разного рода взаимоотношений, может быть, конфликтов, историй. Не знаю. Мы еще встретимся, наверное, с какими-то писателями, может быть, с учеными, которые расскажут о Шолохове как о живом человеке. Потому что написать такой роман, как «Тихий дон» и такие книги, как «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» не так просто. Для этого надо самому очень многое пережить, через себя пропустить. И этот рассказ о Шолохове должен быть непредвзятым, правдивым и действительно, наверное, поучительным для всех поколений. И для тех, кто пишет, и для тех, кто читает наши романы. Ну вот мы и прошли по Шолоховскому дому, где он жил. В основном послевоенное время, до самой смерти, посмотрели его пенаты, так сказать, посмотрели рабочий стол, видели, где он принимал людей, где обедал, видели его автомобили, его, так сказать, образ жизни. Меня больше всего потрясло, что образ жизни его был самый простой, советский, мебель, так сказать, машины, собственно говоря, гости. Все они были простые советские люди, так же, как и, наверное, сам Шолохов. И вот здесь то последнее место в его жизни, где он упокоился, и то место, где он любил сидеть. Я сейчас сижу, так сказать, на лавочке, где сидел великий писатель, и смотреть на вечно бегущую реку, на вечно бегущую реку Дон и на вечно бегущую реку Жизни. А еще мы побывали в Сталинце Иландской, где имеется музей казачества. Съездить туда нам порекомендовали местные казаки. И вот что интересно, этот музей очень сильно отличается от всего того, что мы видели до этого и впоследствии. Потому что этот музей, во-первых, частный, во-вторых, потому что он рассказывает об истории казачества с той стороны, с которой мы эту историю почти не знаем. Экспозиция идет от скифов. То есть, как бы в этом музее вопрос ставится таким образом, что казаки – это не какой-то субэтнос русского народа, не часть русского народа, а некий отдельный народ, который издревле жил в степях Ростовской и, может быть, Краснодарского края. И продолжение этой темы, этот очень интересный музей, рассказывает об истории казачества, как об истории этого народа. Причем самое интересное, что в музее, как я понял впоследствии, поднимается вопрос о казаческой некой автономии, которая была, скажем так, обредена ими в 1918 году, когда казаки создали республику и управлял ею атаман Краснов. С определенным чувством ностальгии и любви экскурсоводы рассказывают об этой истории. Как мне показалось, те трения, которые сегодня существуют между организаторами этого музея и властью, они на самом деле, конечно, обоснованы. Потому что я, так же, как и Шулахов, считаю, что казачество – это субэтнос русского народа, часть его неотделимая, и жить, в общем-то, нам придется всегда вместе. В данном случае, конечно, история, которая рассказана в этом музее, она очень трагическая и, я бы сказал, даже страшная, потому что в музее рассказывается не только о жизни и быде казаков до революции, но и о таком этапе их жизни, который пришел к ним после революции, когда казаки являлись активными противниками становления советской власти, и, в общем-то, было несколько восстаний, и Красная Армия подавляла эти восстания со страшной жестокостью. Но самое главное – в музее, конечно, рассказывается об истории расказачивания, а это страшные страницы нашей жизни. Но, наверное, люди должны знать правду, потому что история расказачивания, когда расстреливались и уничтожались целые сословия, когда людей уничтожали только по признаку их принадлежности к этим сословиям, она неотделима от нашей жизни, от нашей истории. Есть там, конечно, и абсолютно шокирующие документы. Это история Голодомора 30-х годов, когда по приказу Сталина было вывезено полностью все зерно, и казаки оказались на грани голодной смерти. Конечно, рассказы эти страшные, когда красные отряды окружали целые казачьи станицы и не давали умирающим от голода людям уходить оттуда для того, чтобы спасти свою жизнь. Ну и, соответственно, в этой истории существуют и трагические страницы войны Второй мировой. Ведь казачество разделилось, в сущности, на красных и белых и в этот период времени. И 100 тысяч казаков, по данным работников музея, служили в Красной армии, а 100 тысяч ушло вместе с немцами, вместе с семьями и воевали на стороне вермахта. Воевали и закончили свой путь в Италии, в Австрии, где союзники выдали их советской власти. И десятки тысяч казаков были, в общем-то, отправлены в лагеря, где и погибли. То есть это страшные страницы. И, конечно, эти страницы, они вызывают разное отношение со стороны посетителей музея, потому что часть посетителей настроена по отношению к музею благожелательно, и они говорят о том, что это действительно правда. Другая часть, она отстаивает так называемые коммунистические идеалы и говорит, что все это вранье. Поэтому возникают конфликты. Вот поэтому и нам не разрешили в этом музее делать съемки. Но мы успели хотя бы что-то сфотографировать и показать вам. Поэтому я бы сказал в окончании своего выступления, что на самом деле, конечно, слова великого русского писателя Михаила Шолохова о том, что, дай бог, чтобы гражданская война закончилась в 2021 году, они и по сей день являются актуальными. Потому что на самом деле отношение к истории казачества, отношение к тем событиям, которые произошли в прошлом веке, оно остается разделяющим наших, не только казаков, но и наших сограждан. Поэтому я вместе с Шолоховым могу говорить только об одном. Дай бог, чтобы никогда больше русские не воевали с русскими. Потому что страшнее такой братоубийственной гражданской войны, какая была на территории России в прошлом веке, я ничего не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова